добрый вечер всем мы с вами дошли до некоторого поворотного пункта в изложении книги первой маковейской книги печальная и героическая история о гибели иуды маковея и как бы начала нового новой эпохи нового периода периода правления его брата ионатана так что со смертью иуды жизнь не прекратилась но мы убедимся в том что изменится в чем-то стиль повествования первой маковейской книги после того как иуда уйдет со сцены а мы находимся сейчас в девятой главе сейчас я открою перед вами для тех кто первый раз присоединяется к урокам по маковейской книги основа замечу что перевод не самый лучший не самый удачный взяты из интернета и конечно лучше пользоваться другими он просто легко доступен а и так напомню вам что прошлый раз разговаривали о риме о заключении между иудой маковеем и римским сенатом союзного договора и мы как бы немножко обсуждали релевантность этого рассказа в нашей сегодняшней жизни потому что в том смысле все повторяется вот и сейчас нам расскажут о том что произошло после этого то есть союз с римом был заключенный он имел некоторую долгосрочную перспективу но его польза сказалось не сразу и так вот что нам рассказывается когда деметрий услышал что никонор и войны его пали в сражении это то о чем рассказывалось в главе 7 то он послал бакхида и алкима во второй раз землю иудейскую и с ними правое крыло войска видимо подразумевается фаланга значит напомню вам что бакхид это полководец алким это первосвященник который сменил на этой должности печально знаменитого менялая принимавшего активное участие в эллинизации иудеи иерусалима мы уже видели что отношение автора первой маковецкой книги к алким у крайне отрицательно что продиктовано двумя факторами во первых тем что алким сотрудничает с селивкидской властью хотя пытается тоже время вести некую взвешенную политику которая бы не толкнула от него целиком полностью противников селивкидов в отличие от менялая скажем а во вторых причина заключается в том что мы уже не раз отмечали первая маковейская книга представляет собой некий манифест легализирующий хасманейскую династию как мы знаем и это мы тоже обсуждали хасманеи в результате начиная с ионатана становятся первосвященниками создают некую новую первосвященническую династию которая не происходит вообще-то говоря от сыновей цадока и не имеет отношения к каниадам то есть той легитимной династии первосвященников которая была отставлена в сторону в результате интриг и во времена антиоха эпифана и понятно что любая фигура первосвященника не принадлежащая к хасманейской династии и действующие описываемое время первой книги первой маковейской книгой не приветствуется мы еще увидим сегодня алкимов действий и отправились они по дороге по дороге в голголы и разбили расположились станом премесалофе или месалот что ворвилах и обладев им погубили множество людей значит комментаторы маковейской книги говорят о том что отождествление этих топонимов весьма затруднительно значит если галгал галгала галгал это гильгаль известный нам из библейских текстов то возникает вопрос какой именно потому что в библейском тексте есть несколько мест названных гильгаль скажем гильгаль около ерихо там где расположился станом иисус новин вот но тогда есть проблема есть проблема мы не знаем что такое месалов месалот вот но что касается арбилы то некоторые считают что это место арбел арбел но арбель это галилея это рядом с кинеретом тогда никак не получается соединить с гильгалем тем гильгаль поэтому иосиф лавий например в этом месте правит текст и говорит что это галилея не галгал не гильгаль гали вот но в общем не очень понятно собственно почему бакхи идя на иерусалим в иудею останавливается в галилеи нападает на это место значит опять же повторяю не очень ясно что такое месалот в самом ли деле это топоним или это просто обозначение какой-то местности некоторые считают что это своего рода террасы от слова месилот ивритского вот ну в общем короче говоря следует отметить что здесь мы как бы остаемся в некоторой неизвестности по поводу топографии в первом месяце 152 года по македонскому летосчислению что значит что мы собственно находимся здесь сто шестьдесят первом году по принятому нами летосчислению они оказываются около иерусалима но снялись и пошли к вереи с двадцатью тысячами уже и двумя тысячами конниц значит опять же что за биреи на биреи нам на самом деле неизвестно и оси флаве называет вместо биреи вообще другой другой населенный пункт вот и и также точно неизвестно и и тот пункт который упомянут следующем стихе а иуда расположился страна станом при или аси и три тысячи избранных мужей с ним значит опять же мы не знаем точно где это находится но некоторые опять же комментаторы пытаются сказать что биреи это там где сегодняшние эльбиры да это место которое находится примерно в 15 километрах северу от иерусалима вот в общем сверх этого мы ничего не знаем но зато мы видим огромное численное превосходство армии бакхида над армией иуды и мы уже приучены к тому что побеждают не количеством а божьей поддержкой и ожидаем что иуда сможет со своими тремя тысячами избранных мужей разгромить врага но как раз здесь автор первой маковейской книги наши читательские ожидания не оправдает и неожиданно впадет в реализм значит как бы исходя из того что реально что произошло с иудой в результате этой битвы как тут сказано в шестом стихе но увидев множество войска как оно многочислено они весьма устрашились и многие из стана его разбежались и осталось из них не более 800 мужей и когда увидел иуда что разбежалось ополчение его а война тревожила его он смутился сердцем потому что не имел времени собрать их вот эта картина отчасти напоминает библейскую картину может быть у кого-то возникла эта ассоциация шауль выходящий на войну с филистимлянами и у него тоже разбегается войско на войско разбегается от ужаса перед филистимлянами мы увидим что в конце описание этой битвы иуда будет действительно явным образом представлен как шауль он уже был представлен и когда вид теперь он будет представлен как шауль он опечалился и сказал оставшимся встанем и пойдем на противников наших может быть мы в силах будем сражаться с ними а он очевидный встанем и пойдем это очевидный гибраизм это куму венаале но они отклоняли его и говорили мы не в силах но будем теперь спасать жизнь нашу и потом возвратимся с братьями нашими и тогда будем сражаться против них а теперь нас мало надо бежать говорит войско и говорят войны иуды но иуда и опять же заметим что здесь нет вот таких вот чисто теологических утверждений которые были до сих пор когда иуда обращался к своему войску и говорил что бог нас поддержит и спасет ничего не бойтесь он говорит здесь совершенно естественные вещи вызывающие глубокое уважение его мужеству но иуда сказал нет да не будет этого со мною чтобы убежать от них а если пришел час наш то умрем мужественно за братьев наших и не оставим нарекания на славу нашу надо опять же отметить что это и есть с точки зрения автора первой маковейский книги то что впоследствии мудрецы называют термином кедуша шем а мы это с вами обсуждали так погиб и лазар брат иуды погибнуть в бою за свой народ а это кардинальное отличие первой маковейской книги аж второй где и душа м освещение божьего имени самопожертвование это готовность умереть за веру когда земный властитель принуждает тебя нарушить заповеди закон законов торт дальше описывается война сам бой и двинулась войско истана и стала против них и разделилась конница на две части а впереди войско шли прачники и стрельцы и все сильные передовые войны то есть войско как бы он здесь описывает довольно подробно и реалистично как выглядела атака бакхида бакхид же находился на правом крыле и приближались отряды с обеих сторон и трубили трубами затрубили трубами и бывшие сиудою и поколебалась земля от шума войск и было упорное сражение от утра до вечера вот это выражение и поколебалась земля или задрожала земля от крика войск это опять же знакомая нам из библейских текстов выражения ватир аж а арытс вот это то что происходит землей и когда увидел иуда что бакхида крепчайшая часть его войско находится на правой стороне то собрались к нему все храбрые сердцем и разгромили правое крыло правую фалангу и преследовали врагов до горы азота еще одна как бы загадка топографическая этой главы что за гора азот очевидно что это вряд ли может подразумеваться аждод битва происходит рядом с иерусалимом добраться за столь короткое время до аждода представляется малореальным вот не говоря уже о том что это не гора прибрежный город а вот поэтому некоторые считают что здесь то ли переводчик не понял то ли в процессе передачи текста произошло искажение что на самом деле изначальное выражение было здесь ашидот ашидот это слово которое обозначает буквально как бы пред горе подножья из крутой спуск с горы на это словом встречается в танахе и видимо это и имеется здесь виду что до какого-то ущелья они их преследовали вот но это оказалось только тактической победой когда находившиеся на левом крыле увидели что правое крыло разбито то обратились след за иудою и бывшими с ним стыла и сражение было жестокое имма много пала пораженных и стоят с другой стороны пал и иуда а прочие обратились бегство то есть это сражение которое произошло 161 году на в общем еврейским войском проиграна хотя как посмотреть иуда героический погиб мы к сожалению сожалению сегодня наблюдаем много таких яуд которые вот подобно герою прошлого пали на поле битвы надеемся только на то что таких жертв будет как можно меньше вот и вот здесь дальше описывается такая то как его хоронят и оплаки и взяли ее на тан и и симон иуду брата своего и похоронили его в огробе отцов его в мудине и оплакивали и рыдали о нем сильно все израинтяне и печалились много дней говорили как пал сильный спасавший израиля я сказал что мы вернемся к образу шауля и вот здесь как раз это место это уместно сказать ведь шауль тоже героически погиб гор гильбо как и здесь тоже это происходит у гор и шауль погиб у гор гильбо вместе со своими сыновьями и когда весть об этом до приходит к давиду это самое начало второй книги шамуэля он согласно рассказу книги шамуэля оплативает шауля и ионатана а то что он оплативает ионатана неудивительно ионатан был его близким другом вот но то что он оплативает шауля как бы очевидно что автор хочет сказать что давид как бы переступил через свое эго через свое свою неприязнь шаулю который преследовал его и рефреном таким звучит в этом тексте слова эх на флу гиборим как пали храбрецы как пали герои как пали отважные народа израиль вот и эти слова по сути дела обращены здесь к иуде они превращены в единственное число число как пал сильный на очевидно что в ивритском оригинале книги здесь было написано эх на фаль гибор мошия исраэль израэль израэль шер гошия израэль к нему к иуде применяется этот термин для ушия на такой очень эмоционально насыщенный термин который появляется в танахи не раз когда надо рассказать о спасении израиль и вот как бы иуда действительно что что называется разные образы в разных образах предстает перед нами то как давид убивший галиафа так иуда убил никонора так иш как шауль который спасал израиль от филистимлян так иуда спасал израиль от греческого войска и заканчивается вся эта часть первой маковейской книги тоже очень по-библейски прочие же дела иуды и сражения и мужественные подвиги которые совершил он и величие его не описано ибо их было весьма много это такое очень любопытно любопытный эпилог любопытное такое вот заключающее предложение поскольку с одной стороны она строится именно как строится такого рода фразы в текстах танаха например в книге малахим да о царях прочие дела такого-то царя и его подвиги описан такой-то книги например бессефер дивре мим малхе иуда книги летописи царей иудеи любопытно что автор первой маковейской книги берет за основу эту матрицу но ее переворачивает говорит что прочие дела иуды множество его подвигов не были описаны ибо их было так много что их невозможно описать а то есть он как бы описал что-то какую-то малую часть но в общем и целом мы можем сказать что до этого места первая маковейская книга была исключительно так сказать библио центрично она постоянно опиралась как на библейские мотивы и на библейские образы на библейский стиль вот после смерти иуды это будет потихонечку сходить на нет потому что и матитья у иуда отец иуды матитья у и сам иуда это как бы каком-то смысле образы не то чтобы мифологические конечно нет но это не просто описание истории а это некий ремейк библейской истории представлении первой маковейской автора первой маковейской книги это ну как я не знаю как мы говорим сегодня о братцах авраамец как и акове так каком-то смысле он смотрит в прошлое и говорит вот матитья у иуда для нас такие как бы основополагающие образы дальнейшая часть книги будет посвящена деятельности брата иуды братьев иуды ионатана и симона упомянуты вот и они будут описаны гораздо более гораздо более нейтральной манере гораздо более такой реалистичной манере не то чтобы совсем не будет никаких обращений библейским образцам библейским текстом но в меньшей степени и с одной стороны текст у нас исторически раз текст исторический то он как бы время в нем линеарно движется вперед но в то же самое время этот текст как и библейские тексты во многом построен концентрически да как все возвращается на круги своя он сейчас начиная новую эпоху эпоху деятельности ионатана и затем симона начинает с того же что происходило до того как мотить я у и вслед за ним иуда стали воевать за народ израиль беззакония которая вырастает в самом народе израиля и это на самом деле приводит к беде вот как сказано это в двадцать третьем стихе по смерти же иуды во всех пределах израильских явились люди беззаконные и пол поднялись все деятели неправды а я напомню вам начало начало маковейской книги буквально вот после пролога где рассказывалось о завоеваниях александра македонского говорит в те дни объявились у израиля сыны отступники и убедили многих такими речами давайте пойдем и заключим совет союзника с язычниками вокруг нас и так далее а то есть это как бы повторяется только в такой более краткой форме здесь в те самые дни был очень сильный голод и страна пристала к ним автор кратко рассказывает об этом вполне возможно что голод действительно был хотя конечно голод это опять же некий топос мотив литературный который хорошо известен нам из библейских текстов но здесь это служит вполне как бы таким вот реальным триггером ослабление войска хасманейской семьи потому что у людей нет сил воевать и видимо те кого называют людьми беззаконными и делателями неправды это те которые говорят хватит войны давайте успокоимся будем как-то потихоньку налаживать свою жизнь все равно плетью плетью обуха не перешибешь значит вот смотрите несмотря на все старания иуды все равно не удалось избавиться от греков и все равно властвует здесь надо смириться с этой мыслью автор первом и ковейской книги этого не пишет но видимо это подразумевает ибо в следующем же стихе он рассказывает о том как эти нечестивые мужи становятся правителями и выбрал бакхид нечестивых мужей и поставил их начальниками страны они разведывали и разыскивали друзей иуды и приводили их бакхиду а он мстилами издевался над ними и была великая скорбь в израиле какой не бывало с того дня как не видно стало у них пророка из я не хочу проводить какие-то такие очень прямолинейные сравнения но все же отмечу что во многом все зависит от точки зрения если мы например посмотрим на нахическую историю связанную с разрушением первого храма после разрушения первого храма после потери независимости после разрушения иерусалима во главе иудеи становится человек которого зовут гидалия сына хикам из семи шафаниды писцов и он находясь вместе называемом митспа правит от имени вавилонской власти вавилонская власть назначает качестве такого правителя с какой речью согласно согласно тому что написано в книге ирмияу обращается гидалия сына хикама к своим соотечествам он говорит им приходите ко мне и давайте обрабатывать землю давайте жить мирной жизнью и если мы как бы на это пойдем то тогда как бы и вавилоняне дадут нам жить спокойно вот я говорит он сижу в этом месте митспа я буду представителем вашим перед вавилонинами а вы же собирайте виноград плоды масло и пытайтесь налаживать жизнь чем это кончается кончается это для для гидалии довольно плохо на него совершается покушение со стороны одного из представителей одного из последних представителей царской семьи по имени 大概 исков и и, может быть, эгоистических поползновений все испортил и привел к окончательному разрушению еврейской общины, оставшейся после разрушения Иерусалима. Но можно ведь посмотреть на это и другими глазами. Возможно, в глазах Ишмаэля Семен-Антании Гидалия был предателем, который согласился сотрудничать с Вавилонской властью. И мы сегодня вспоминаем о Гидалии всегда с большим пиететом. Третья Тишрея – это день поста в память о гибели Гидалии. Но вполне возможно, что не все видели в нем такого позитивного героя. Равно как и в более поздние времена, согласно уже талмудической легенде, Раван Йоханан бен Закай, который выходит из осажденного Иерусалима и соглашается сотрудничать с римлянами, прося отдать ему явно и создать там некую академию, спасти традицию. А мудрецы видят в этом большую заслугу. Но ведь можно посмотреть на Равана Йоханана бен Закай иначе, как человека, который во время осады оставил город и, значит, предал. Сам Иосиф Флавий, который рассказывает похожую историю про самого себя, нападает и обвиняет защитников Иерусалима в том, что они привели к разрушению Иерусалима своими распорами и тем, что не хотели слушаться голоса разума. Возможно, он прав. Возможно, он прав. Но, опять же, всегда может существовать некая альтернативная точка зрения. Ибо люди, которые описываются здесь, я возвращаюсь к нашему тексту, люди, которые описываются здесь, первосвященник Алкин, который появится чуть ниже, это люди, которые, видимо, считали, что борьба безнадежна. И в их глазах как Иуда, так и его брат Йонатан были бездумцами, которые вели народ катастрофе, гибель, пока невозможно думать. Да, это как бы вечный вопрос. С одной стороны, возможно, симпатии наши на стороне борцов, а с другой стороны, кто-то скажет, что здравый смысл говорит против них. Кто же прав? Мы знаем, что, конечно, опять же, я Авдиль, не хочу проводить прямолинейных аналогий, но все-таки мы знаем, что правительство в оккупированной Франции, правительство Виши, в котором были боевые генералы и маршалы во времен Первой мировой войны, которые после Второй мировой войны были судимы и казнены за предательство. Они, видимо, исходили вот именно из этой посылки, что борьба бесполезна. А другие, скажем, Эгзюперик в своих текстах писал, что нас пытаются лишить надежды, но мы готовы бороться и без надежды на успех. Таким был Иуда, таким является Иунатан. Значит, они не готовы идти вслед за здравым смыслом. И понятно, что в Первой Маковейской книге именно они являются героями, а представители здравого смысла и те, кто готовы сотрудничать с гостями, являются антигерои. И как пишет он здесь в 27-м стихе, «И была великая скорбь в Израиле, какой не бывало с того дня, как не видно стало у них пророка». Это вообще некоторая такая немножко обсессивная идея автора Первой Маковейской книги. Он все время как бы думает о том, что вот раньше были великие времена, когда был пророк, а теперь пророков нет, но они еще вернутся. Вспомним, что когда Иуда очистил Иерусалим, и надо было разрушить оскверненный жертвенник, и что-то делать с камнями, то их спрятали, как там сказано, пока не придет пророк и не скажет, что делать с ним. Это здесь тоже проявляется. «Тогда собрались все друзья Иуды и сказали Йонатану, с того времени, как скончался брат твой Иуда, нет подобного ему мужа, чтобы выйти против врагов и Баххида и против ненавистников нашего народа». А вот эти, те, кто сотрудничают с греческой властью, называются здесь ненавистниками нашего народа. И повторяю, возможно, если бы у нас сохранился текст от имени Ишмаэля бен-Натания, то он бы назвал так Гидалию сына Ахикама, кто знает. Итак, мы тебя хотим избрать, мы избрали тебя, быть вместо него начальниками, вождем, чтобы вести войну нашу. А здесь проскальзывает некий тоже такой библейский мотив, как некая тень, как приходят к Ифтаху в книге судей с просьбой стать начальниками, вождем, как к Давиду приходят после уже гибели окончательной дома Шауля и просят возглавить Израиль. Так вот, просят возглавить Йонатана. И принял Йонатан в то время предводительство и стал на место Иуды брата своего. И узнал об этом Бакхид и стремился искал убить его. Но Йонатан и Симон, брат его, и все бывшие с ним узнали об этом и убежали в район Ткоа, то есть к югу от Бейт-Лехема и расположились Таном при водах озера Асфар. Значит, что такое это озеро или водоем Асфар, мы не знаем. Мы не знаем этого и как бы это место нигде больше не упоминается. Можно только гадать, опять же, о чем здесь идет речь. Некоторые пытаются совместить это название с в арабском названии Хирбидир Эс-Зафаран. Но опять же эта глава изобилует топонимами, которые не поддаются точной идентификации. Бакхид, узнав о том в день субботний, переправился сами все войско его за Иордан. Но здесь Бакхид просчитался. Мы помним, что еще во времена Матитьяу было принято решение, и мы это обсуждали, было принято решение воевать в субботу, если речь идет о спасении собственной жизни. Поэтому здесь у него ничего не вышло. Ионатан отправил брата своего брата своего. Неправильно перевод не очень точный, не проводить для народа, а во главе толпы, потому что здесь используется слово греческое охлос, толпа. видимо на иврите здесь был Амон Ам. Он отправил его в качестве предводителя этих людей и просил друзей своих Набатеев, чтобы сложить у них большой свой запас. Что касается Набатеев, то мы с ними уже встречались, мы с ними уже встречались и Набатеи упоминались в пятой главе, они с одной стороны были лояльны по отношению к селевкидской власти, это арабские племена, но с другой стороны они не были настроены враждебно по отношению к Маковеям и поэтому вот в пятой главе там рассказывалось о том, как Иуда, Маковей и Йонатан передя и Ардан встретились с Набатеями, которые приняли их дружелюбно, вот и так и здесь, значит Йонатан отправил своего брата и попросил Набатеев оставить у них на хранение вещи, свой запас, а тут надо правда отметить, я забыл это сказать, что вот предыдущий стих, там где написано Батхид, узнав о том в день субботний переправился сам и все войско его из-за Иордан не сказал об этом, вообще на самом деле, как бы стих это довольно странный, потому что зачем ему переправляться из-за Иордан, если Йонатан и Симон находятся в Коа, эта загадка легко становится как бы разрешенной, если посмотреть чуть ниже стих 43, где этот стих повторяется, судя по всему, тут произошла ошибка, этот 34 стих находится не на своем месте, он каким-то образом случайно сюда попал, а там дальше, он действительно на месте, мы это увидим, дальше говорится так, что некие сыны Яамбры вышли из Медвы и схватили Янатана, Йоанна и все, что он имел и ушли. Значит, судя по всему, судя по всему, тот брат, который упоминался в 31-м, в 5-м стихе, которого Янатан послал во главе толпы и был как раз вот этим пятым сыном Матитьяу, Йоананом, которого вот эти сыновья Яамбри захватывают в качестве заложника. Город этот, Медава, который упоминается и в Танахе, он находится к югу от Аммана, в те времена действительно принадлежал Набатеям, но при этом кто такие эти сыновья Яамбри, мы точно не знаем, были ли они тоже частью Набатеев или каким-то другим кочевым племенем. вот и дальше рассказывается некая такая почти криминальная драма касающаяся вот этих событий. Значит, сыны Яамбри захватывают в плен Йоанна и уходят, но после этого, после сих происшествий, как здесь сказано, ахары кользот или опять же слова, выражения, которые стоят здесь за греческим текстом, было сказано Йонатану и Симону брату его, что сыны Яамбри торжественно совершают знатный брак и ведут из Надабата с великой пышностью невесту, дочь одного из знатных вельмож хананейских. Значит, это такое довольно удивительное место, удивительные слова. Опять же, мы не знаем, что такое Надабат, он нигде больше не упоминается. Некоторые считают, что это не что иное, как Нево, знаменитое место, там, где Гар-Нево, там, где умирает Моше, в том же районе находится, оно примерно в пяти километрах от Медевы, но любопытно. любопытно здесь больше всего, это то, что невеста является дочерью одного из знатных вельмож хананейских. Это звучит настолько анахронистично, что Иосиф Флавий в этом месте рассказывает историю, заменяет слово хананей на слово араб. Но понятно, понятно, что здесь, опять же, как бы содержится некоторая попытка сблизить текст рассказов о Маковеев с библейскими рассказами, что врагами являются в частности и хананей, использование образа хананеев как также точно, как и филистимлян. Мы видели, что автор первой Маковейской книги использует термин филистимлян, хотя уже нет никаких по сути дела филистимлян, есть грекоязычное население в тех городах прибрежных, так вот он использует и здесь термин ханан, вот на самом деле уже в книгах Эзра и Нехеми и библейских книгах в целях таких вот риторических использовалась термин ханани в таком совершенно анохронистичном контексте связанном с запретом на смешанные браки. И тогда вспомнили они об Иоанне братье своем и вышли и скрылись за горой. Они скрылись за горой и подняв глаза свои они увидели вот восклицание и большое преданное навстречу вышел жених и друзья его и братья его с тимпанами и музыку и со многими оружиями и тогда бывшие с Янатаном поднялись на них из засады и побили их и много палопораженных остальные убежали на гору и взяли они всю добычу их. То есть вот это так сказать первое пусть тактическое но победа Янатана которая фактически знаменует его дальнейшее победное шествие по иудеи и обратилось как тут сказано брачное торжество в печаль и звук музыки их в плач это на самом деле тоже такое очевидное очевидное очевидный гибраизм такого рода выражения встречаются в разных текстах например в пророческих текстах Амос говорит обращу ваши праздники всетования все ваши песни в плач а вот как бы и здесь такое так отомстили они за кровь брата своего и возвратились к болотистому месту Иордана отсюда мы выясняем что в день в день и пришел и пришел к берегам Иордана с большим войском но как я уже и сказал прежние прежние хитрости не срабатывали потому что теперь Макавей готовы сражаться и в субботу как сказано тогда сказал Йонатан бывшим с ним встанем теперь и сразимся за жизнь нашу ибо ныне не то что вчера и третьего дня опять же что он что он имеет ввиду ведь сегодня не то что вчера и третьего дня судя по всему он пытается как-то подбодрить своих воинов и сказать что мы в состоянии одержать победу а может быть он как бы наоборот описывает насколько ситуация тяжелая что выхода другого нет кроме как воевать потому что в следующем стихе он говорит вот неприятие спереди нас и сзади нас вода и орда нас то есть с другой стороны и болота и лес и нет места куда уклониться нет места куда уклониться и так теперь воззовите к небу чтобы избавиться вам от руки врагов ваших это уже напоминает подбадывание Иуды да воззвать к небу к Богу напомню что автор первом иковейской книги прямо Бога обычно не называет а пользуется словом небо и началось сражение и простер Йонатан руку свою чтобы поразить Бакхида но тот уклонился от него назад интересно что Флавий здесь описывает что Йонатан реально попытался сам лично убить Бакхида но Бакхиду удалось сбежать из текста напрямую это не очень ясно да возможно что он простил руку чтобы отдать приказ о том чтобы убить Бакхида во всяком случае сражение начинает станяться в пользу Израиля и бросился Йонатан и бывшие с ним в Ярдан и переплыли на другой берег а те не перешли за ними Ярдан и пало у Бакхида в тот день до тысячи мужей и возвратился он то есть Бакхид в Иерусалим то есть ему не удалось одержать убедительную победу над Йонатаном он возвратился в Иерусалим и построил в Иудее крепкие города крепость Верихо Имаум Бейтхарон Бейтель Темната упоминаются здесь различные места большая часть этих мест нам известны такие как Имаус Иерико Бейтхарон Бейтель а вот что касается Фаратон и Тифон это непонятно точно что это такое по предположению это самый север Иудеи может быть даже начало Самарии что касается Тамната то по этому поводу есть спор некоторые считают что это библейская темната некоторые считают что это как раз опять же самый юг Самарии это некоторые отождествляют это с Тапуах с местом Тапуах вот во всяком случае как бы поняв что военной силой прямым ударом ему не удастся победить сопротивление Бейтхид начинает строить крепости и поставил у них стражу чтобы враждебно действовать против Израиля мы прочтем еще несколько стихов и здесь поставим точку укрепил также он город в Бетсури и Гезер и крепость видимо имеется ввиду крепость Акра в Иерусалиме и оставил в них войско со свистными запасами и взял заложники сыновей вождей страны и поместил их в Иерусалимской крепость под стражей эти заложники еще потом появятся Бейтхид действует методами опять же к сожалению хорошо знакомыми нам сегодня мы здесь поставим точку потому что с 54 стиха начинается новый сюжет посвященный первосвященнику Алкиму и это отдельная история которой мы будем заниматься в следующий раз но в общем я еще раз подчеркну что вот как бы то как описывается деятельность Йонатана который наследовал Иуде указывает на некоторое снижение эмоционального накала первой Маковейской книги и желание автора более реалистичным образом описывать происходящие события ну хорошо я здесь поставлю точку и готов ответить на вопросы и выслушать замечания народ есть вопросы в принципе да если да во первых отношении того что тогда когда погиб погиб Йонатан Йоханан вы имеете Йоханан 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 в принципе это я знаю что сто тысяч это в принципе стандартное выражение чтобы было сто тысяч но судя по всему а были там вообще реальные соотношения что что-то вообще возможно было делать или это просто вот именно как потерпели поражение потерпел поражение вы сейчас кого имеете ввиду то что Йоханан был захвачен в плен это вы имеете ввиду но там про тысячи никакие в этом месте не говорится просто некая семья там может клан вышел из Медвы захватил Йонатана и все что у него было и ушли захвачены а там про тысячи как раз речи не идет в первомаковейской книге есть всякие такие гиперболизированное описание вражеских войск и их мощи но не здесь как раз как раз здесь оно повторяю довольно реалистично все что описывается а с чем тогда связано вот так такой переход вот 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 ну к более реалистичной позиции я думаю это связано с тем что как бы меняется главный герой да потому что Иуда это как бы некоторые герои овеянные легендами да это почти библейский персонаж да вот а братья его Йонатан и Симон они в общем являются конкретными политическими деятелями да они возглавили в результате Йонатан был первым правителем независимой иудеи фактически родоначальником хасмонейской династии первосвященников и правителей да то есть как бы вот Матитьяу и Иуда это такая полулегендарная эпоха а дальше реалии любопытно отметить в этой связи что скажем автор второй маковейской книги у которого совсем другие цели в описании событий и совсем по-другому он все изображает но он все кончает иудой он после иуды никуда не движется его повествование заканчивается победами иуды он даже не доходит до его смерти вот то есть его как бы реал политик не интересует вот наш автор в этом смысле больше реалист он как бы переходит из одной полулегендарной эпохи в эпоху вполне реальную так видимо он это воспринимает поэтому меняется стиль меняется степень обращения к библейским текстам меняется эмоциональный накал еще вопросы замечания окей ну хорошо наращусь информацию я опять же закончу тем чем мы сейчас все время заканчиваем молитвой надеждой на то что мы сегодня подобно тем героям о которых мы читаем сможем одержать тоже победу над жестоким врагом и народ Израиля сможет жить независимой нормальной жизнью и вернутся опять же все пленники тут следующий раз когда мы будем читать тут будет рассказано о возвращении заложников из Акры по требованию Натана и вернуться целыми и невредимыми наши солдаты спасибо большое за внимание спасибо 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 большое спасибо спасибо счастливо пока спасибо